Что даже полуфинальный матч проходит при полупустом стадионе. Несмотря на все заверения организаторов турнира о том, что они наставник, первый удар по воротам сборной Ганы оставляет желать лучшего, но похоже мяч кого-то задел из соперников и, видимо, ушел на угловой. При довольно сильном дожде начинается, в сравнении с предыдущими встречами, опасный момент, может получиться, квад-2 само падает, отступившийся мяч, а судья дает пенальти. Всего лишь седьмая, а само Гьян. Удар по воротам! О, какой момент упускают Ганси! И Инвена красавец! Гол забитый, правда, очень красиво, ударом со штрафного. И вот атакует Гьян Ворота в попытке исправиться. Имвене второй подряд мяч от него тащит, подача на дальнюю штангу. И здесь все черт! Агана продолжает идти вперед, и кто это так настырно лезет? По-моему, центральный защитник Джон Баи пошел вперед в стиле бразильца Лусио, сметая всех и вся нас... Мяч попадает в защитника, Аю просочился, а это штрафной, это не пенальти. Тут, ну, другая история, совершенно иные реалии. И Замбия сегодня играет без студентов. Но зато играет с офицером, по крайней мере, одним. Может превратиться эта потеря? Нет, ни во что не превращается. Потому что скорость защитника... Абам! Дальний удар! Очень легко уходит от соперников. И удар, но удар не получился. Это Андре Аю прорвал оборону, собственно говоря. А само Агьян это сделал. Смотрите, одной перечанцы на правом фланге подает, но уже в воздухе мяч покинут пределы поля, и будет удар от Варроу. Катонга, Овсай. Чиманга оказался в положении вне игры. Андре Аю. Андре Аю, пожалуй, рекордсмен на этом Кубке Африки по количеству заработанных штрафов. У меня нет... Хорошего... Ой, удара нет. Боже мой, передача была шикарная. Разве что дождь может оправдать Жордана Аю. А вот момент у Замбии может получиться. Пас. Удар по воротам. Нет, 0-0 по-прежнему. Ну вот, наконец-то и Замбия ощетинилась. Кристофер Катонгу не попадает в ближний угол из выгоднейшей ситуации, а. По-моему, уже не контролировал его Квараси Ларсен. И Дидье Драгба. Ну, может быть, кто-то еще. Может быть, Андре Аю сегодня третий гол забьет. И тоже вклейнется в эту борьбу. А может, Джон Минза забьет третий гол. Осуществлял. И... Ох ты! Почти дотянулся Минза до мяча. Вот тебе и третий гол на турнире. Он состоится прямо сейчас. Несколько слов. А попозже... Ох ты, какой удар! И еще один момент упускают Ганцы. На этот раз Хват. Два Само атаковал ворота. И МВН вставляет своим защитникам за то, что дали. Но акцент атаки направо отправляет. Отсюда бьет Инку. Выше ворот. Четыре мяча спокойно. Удар по воротам. А Само Агьян выиграл воздух у защитника. И, видимо, будет угловой. Ну, так вот. А во втором тайме гвинейцы абсолютно перевернули полностью картинку матча. С ног на голову. И оказалось, что выдающийся первый тайм провел. Отразил пенальти в исполнении Асамо Агьяна. Ну, и со всеми другими угрозами справлялся. Только в одном случае ошибся. И действительно, Чиманго ничем не впечатлил в первом тайме. Ну, и надо сказать, эта задумка Эрвен Ренара не особо сработала. Палиста в сборной Замбии опасна. Нет, Мдена пока выигрывает. Выигрывает точные дуэли у игроков атаки сборной Ганны. Вот теперь Андрей Айю прикладывался из-за пределов кратной площади. Но, наверное, это и спасло его жизнь. Ой, как разбирается Ждорова, Жордан, Айю. Троих сделал просто как детей. 13-й номер и посадил на желтую карточку своего отбича. Хотинг пробегает. Его партнер вешает. Опасно. Ох, как он не попал. Джон Баи, по-моему, да? Центральный защитник. Как же он выпиющий, не точно пробил. Но здесь, по-моему, в последний момент успел помешать. Ему нужно уже возвращаться. Очень быстро его разыграли футболисты Замбии. И бой великолепно играет на своей позиции. Именно с точки зрения позиционного чутья все очень здорово сделал. Удар поворотом. Но неожиданное решение, по крайней мере. Ни банальное, ни стандартное. Постоянно здесь нагружает левозащитника Замбии, Джозефа Мусонду. Не дает ему спокойно. Аю навешивает. И снова на выходе не лучшим образом действует Мвена. Явно это его не главный конек в игре. Смотрите, задергался воротарь. Вышел, сделал шаг назад. Ну и Гиан будет бить. Неудобно было, конечно, в дальней. И до конца вел его защитник, тем самым сокращая его возможности для удара. Смотрите. От одного. И самбо. Лунгу. Представитель российского футбола. Футболист. Блузащитник. Екатеринбургского Урала. Собственно, почему арбитр молчит. У Инкум явно подсел под соперника. И два. Два защитника сборной Замбии сейчас предотвратили удар по своим воротам. В исполнении самого Гиана. Смотрите. Что, собственно, не удалось. Самуэль Инкум. И вот снова просто в шаге от провала был Ндена. В шаге от провала. Бои сейчас простил сборную Замбии и ее голкипера. Смотрите, подбор оказался за Замбией. Удар по воротам. И... 1-0! Гол из ничего. Эммануэль Маюка. Вот он, Джокер сборной Замбии. Он сегодня сработал. И что теперь будет делать Ганна без самого Гиана, интересно? Сейчас нужно отыгрываться. Ну, фактически, два момента у подопечных Ринара за весь матч. Два. А второй-то и вовсе не явный. Согласитесь? Подача. Ну, а здесь великолепно сыграл Ндена. И отбил. И партнеры уже несутся вперед. Ганна обескуражена. Удар в створ ворот. Который сегодня является президентом футбольной федерации этой страны. Все меньше и меньше шансов на дополнительное время. И жел... А красная? Красная, наверное, да? Или... Нет, не красная. Желтая, конечно. Да, да, да. А это вторая. Вот в чем дело. Только... Нет. А здесь ошибка. И все-таки исправляет ее другой футболист сборной Замбии. А ближний угол, по-моему, был раскрыт перед Инкумом. И Мвена раньше... И вот момент. Ква-2 само. Нет, другой будет бить. Отбили эту атаку. Айзек Ворза наносил последний удар в этом. И прошли эти минуты. И... Абсолютно удивительное дело. Сборная Замбии выходит в финал Кубка Африканских Наций 12-го года. И... Уничтожает все представления букмекеров об африканском футболе. Очередной пример того, что делать ставки во время Кубка Африки на матче этого турнира, в принципе, противопоказ.